Всем привет! С вами Виола, еще Гюля, Марьяша, они внизу же. Я хотела показать вам свой образ. Мы едем в Батуми. По дороге поснимаю, там тоже поснимаю. Вот так я оделась. Все на мне. Даркмен. Погода в Батуми не очень по прогнозам, поэтому взяла я свой вот этот плащ. Ну и как бы все. Увидимся. 15 годов там. Они рано вышли. Они рано, да, но им подготовиться же надо. Ну да, я их автобусом отправил, потом я сам еще и в Кутаисе ездил, этих Никил все ездил. Потом еще в Кубисхал ездили, потом машину помил, внутрь помил, снаружи еще пришел. Ага, все. Ага. Народ концерту готов. Да. По Батуми. Да. Концерт уже готов. Так. Я посмотрела в Батуми, в принципе, прохладно сегодня, но не знаю, прогноз верный, неверный. А я позвоню, скажу там, какая погода. Наверное, пасмурно будет. Ну дождь сегодня и вчера. А дождя не было фактически. Это разве дождь? Да здесь вообще не было. Вот в Кутаисе хоть немножко, я хоть намокла. Ну это не да, да, это что-то. А здесь что? Боразин. Даже не интересно. Я собиралась намочиться. Так. Это все, конечно, очень хорошо. Секунду. Так. Едем в Батуми. Сейчас очки тоже надену. Надо пристегнуться. Пристегнем сам. Сейчас пристегнусь. Пристегнусь. Так. Пристегнулись. Все по правилам. Геляев. Да. Поздороваешься? С законом послушнее. Вот так вот. Мы сегодня все нарядные. Ух, шара. Все, буду вам показывать дорогу. И наше, наверное, полотово. Горка, Марьяш. Все. Знаете, как красиво. Ой, надо держать крепко камеру. Она у меня скачет. Планирую в Батуми на биржу, конечно, в первую очередь что-то интересное найти. Кстати, хотела вам рассказать. У нас была трагедия позавчера. Позвонила я в дельфинари, чтобы договориться о том, чтобы Марьяша поплавала с дельфинами. Оказывается, в условиях пандемии они это предложение пока временно отменили. Они уже два года. Да, два года. Вот как пандемия, они все. Марьяша так плакала. Боже мой. Я расстроилась. В общем, Марьяша прям... И мы зря взяли купальник. Да, зря взяли купальник. А? А богача кем сидели? Не-не-не. Да, и в общем, вот так вот у нас поплавать не получится. Тут лежачий полицейский, поэтому... Ну, а поплавать у нас не получится. Но мы планируем все равно сходить на шоу. Вот. Потом хотим рыбный рынок посетить. Дай бог к этому времени. Там еще выбор будет. Что-то купить из морепродуктов. Ну, в общем, так. Планы грандиозные. Концерт, конечно же. И мы вчера были на репетиции на генеральной с Марьяшей. У них был прогон такой последний перед концертом. Ой, дети, конечно, ну... Просто прелесть. И, как я уже сказала, Гигла и его супруги, что, конечно, все-таки сын их, он отличается. Он прям для сцены создан. И телосложение, фигура, движение. У него очень хорошее чувство ритма. Очень хороший слух. И отсюда движение, конечно, танцевальное. Они прям, ну... Очень. В такт. Вот. Сегодня сами все увидите. Лучше показать. И выделяется. Выделяется. Мальчик машалом. Просто чудо. Мы едем. По старой постройке. Там надо просто зайти и это все увидеть. Своим глазом я был там 2-3 раза. Сейчас просто у нас по времени не получится. Да, по времени не получится. Ну, именно такой. Там удивительно... Ну, старина. Ну, как сказать. Ну, да, я поняла. Старина. И сейчас который вот... Не современная. Не современная. Да. Что? Нет. Позрачно. Гигла, а нам в тот день Люда рассказывала про какие-то развалины. Санаторий или что-то. Туда все едут, фотографируются, туристы. Не знаю, где-то у вас. Да. У нас, Солдуба? Да. Развалины там это, и туристы, и это... То есть, это... Центросоюз есть. А что там фотографировали? Вот как библиотека, помнишь, я сказал? Библиотека? Да. Задим его это, Центросоюз. Я не знаю, Центросоюз или что-то другое. Люда сказала, что там... Это все на... Она сказала, что там очень красиво, говорит. Это... Надо спросить у Люды сейчас. Она говорит, что туда поедем. Поехать надо. Не знаю. Ну, она не сказала название санатория. Ну, это... Там они фотографируются, эти, эти... Она сказала, что все туда едут. Интересно, где едут. Сейчас заинтриговано. Не знаю, где тут у вас. Я спрошу Людя. Да, и мы сами спросим. Нет. Ну, видимо, мы сейчас спросим, как было ехать, да? Да. Знаю уже, где. Я такое... Аптека малюсенькая. Там была, там просто. Я знаю, дом. Еще дом был хороший, без святой стороны. Сколько здесь, да, ограничителей. Но здесь жилой же этот, люди живут, поэтому... Ну, да, да. Чтобы скорости не было. Да, на трассу выйдем уже, там нормально будет. Сейчас пока. О, впереди еще один, по-моему. Или уже все? Нет, еще должно быть, да. Это красиво. Точно по дороге с облаками. А направление Батуми развеется от Кутайси не в ту сторону? В сторону Тбилиси. С этой стороны. В сторону Тбилиси? Та сторона, что ты говоришь, та сторона Тбилиси, а потом еще другой, противоположный сторон. Нет, я знаете, как было. Вот мы когда в Кутайсе въезжаем, только въезжаем, это же надо вот туда, дальше по направлению ехать, нет? Мы как будто вернулись, мы как будто бы не налево повернули, а направо. Нет, нет, знаешь, я вот сделал это в другой дороге, мы сейчас как раз видим, где от этой трассы, только пытаясь это оставить. Мы сейчас, строго говоря, Кутайси объезжаем. Объезжаем. Ага, все, я поняла. Кутайси от... Да, как объездная. Кутайси сейчас налево у нас. Не надо туда, это... Нет, нет, нет. Нам не нужен лишний там, это... Нет, в город нам не надо. Или вперед. Да, все, я поняла. Просто мне надо, да, скоординироваться. Ой, какая зелень. Гюля, губай, ухши, раптер, 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 губах, очмас, зона. Похоже на наши районы, вот, губах, очмас. А, вот эти, да? Да. Да, да, они у нас тоже такие зеленые. Вот так же вот селения, по краям дороги, дома. Ой, какой симпатия домик. Вот, вот, по этой я говорю, видишь? Вот этот дом. Хороший. Нет, ну вы знаете, наличие денег не говорит о вкусе человека. А он, ну, потому что, финансово понятно, что вложение, но он еще красивый, да. Понятно. Потому что вот дома вокруг, он тоже, да. Вот с правой стороны, вот эта церковь, заходишь, и вот церковь, видишь, вот это вот. Да, 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 да. Смотри, вот там, вот, деревянная, да. Больше, где-то два века уже. Ну, естественно, сверху накрыли, чтобы не... Ну, конечно, да, реставрация какая-то проходит. Да, реставрация, да. А вот о чем я... А внутри не трогали ничего. Там такой материал дерева, что это будет, если он не намокнет, он будет вечно стоять. Угу. Века. Ну, ты чем, я говорила, что в этом селении дома, в принципе, ну, не бедные такие, зажиточные дома. Не смогла бы, да. Да, почему? Здесь у них, знаешь, почему? Здесь у них всех есть теплицы. Ну, я выезжаю, да. Народ работят. Да, не без денег. Не турец, да? Да, вот тоже дома, да. Видно, что деньги вложены, но другой немножко, да, здесь попроще построено. Хотя видно, что деньги там, ну, там, там, видно, что деньги там есть. А тот дом, он вот именно такой. Ну, это на хорошее место работают. Нет, я опять о вкусе, да, о вкусе говорю, даже не о возможности. Да. Ну, теплица, да, везде. Может быть у человека много денег, а вкус не имеет, понимаешь? Ну, или опять-таки вкусы, да, да, кому-то нравится, кому-то не нравится. Да. Вот этот домик, да, прям прелесть. Кто-то посмотрит, что они там придумали, сделали бы просто, построили бы и все. Да. Ну, да, селение такое, видно, что здесь люди не бедствуют, слава богу. Нет. Сам трейдер. Вот, смотри. Да, я поняла, кутайся там. Кутайся там. Все, все. Я это оставлю. Да, я уже поняла. Я это оставлю. Все, тетенька по дороге брать будем, как в прошлый раз. Подвозить. Помните, мы когда в Батуми ехали, в прошлый раз мы женщину по дороге взяли, подвезли. А, подвезли, да. Ну, да, я правда, будем подвозить. Да. Да. А, не помнишь? А, ты маленькая, да, была еще два года назад? А, вот здесь уже все, полетели. Да, да. Теперь что, я и буду. На ту озеро, и нам надо поехать. Те, которые вот... А, которые я говорил? Да. Которые нигде пещера пронятая, которые вот тут рядом, да? Да. Пещера пронятая, нет. Где форельное хозяйство? Нет, форельное хозяйство другое. Нет, вот которые вот где этот отель нет, от Схалтуба. Где этот футбольный отель играет, они там сзади есть, а в озеро. Футболь играют, это в Схивицале называется, холодные. Да, да, вот за ним. Там еще есть бассейн плавательный. Да. Да. Ну, я туда возил учиться. Потом пандемия помешала. А там открыто вообще сейчас или нет? Нет, нет. Нет, Мария же сразу, она же у нас плодоплавающая. Ну, не знаю, вообще-то надо посмотреть. Если я отлетал, да. Но у нас нет рукава, ничего нет, малыш. Ну, посмотрим, хорошо? Хорошо. Это купальник. Это купальник, да. Хотела Марияшу одеть по-другому. Потом то, что прогноз погоды посмотрела, думаю, нет. Лучше пусть она в этом костюмчике. Буду еще курточку на всякий пожарный прихватила. Не, написано дождь. Я посмотрела. Дождь написано, да, временами дождь. Ну, посмотрим, да, в любом случае. Дождь, да. Игорь, а вы уже в Цехалтубу, вот когда переехали, вам сколько было лет? Вы здесь, да, женились? Да. Когда я первым сюда приехал, мне тогда было счастливое. В 96-м году я сюда приехал. После войны я в 92-м уехал, ну, куда? За границу, в Москву приехал. Потом возвратился сюда в 96-м. Сделал паспорт нам, все это. И вот, считай, сколько. 4 прибав, 35 лет. Потом 10 лет. 45 лет был, когда я жениться. А вот мне интересно, почему вы не в Тбилиси, не в Матуми, например, в Крупной, да, более, город Цехалтубу все-таки решили? Не, я не решил. Здесь мой отец, царство небесное, мать, моя сестра, они, когда пришли в санаторий, этих жителей, их не было. И они, ну, это правительство поселило туда. Беженцы, да? Беженцы, да. Туда поселились, они. А, все, я поняла. Это было, что в этом году. Да, я поняла. Это было, что третий к земле. А я тогда в России был. Там двое родных братьев, по-русски. Жили я там, в России. Ну, да, я слышал, там у меня не было ни паспорта, они отняли, нет. Чеченцы, ну там, Кабардинцы, зашли в селе, а отняли паспорт. Я без паспорта перешел. И там много права было у меня. Работал, кормиться же надо. Ну да. То на этом, то это, то на зубе листы сдавали. Ой, сколько я прошел. Цель историю. В 2005 году живился. Ваша супруга из Сахалтума? Да, там она живет. Она местная, да? Она где живет? Ты же видела, когда мы поднялись. Нет, я знаю, где вы живете. Я знаю, мы же были. Не, я просто, она местная. Она не откуда-то приехала. Нет, нет, нет. Она местная. А, ну все. Я отнял. Вот, ее не считают беженцам. Беженец я и Гиги. Что он мой сын. А он беженцам не считают, но, когда получу квартиру, эту дадут к нему. Пропишут? Пропишут, да. Ну да, конечно. Ну да, да, конечно. Понятно. Я уже сколько здесь, с 96-го года, 4, 20, 25 лет. Вы после 96-го уже не уезжали, да? Так, нет. Я каждый был уезжал в Россию. Потом в 2003-м умер мой отец. Царство небесное. И, как 40 дней, я ушел в Россию. Работали я там. Сперва грузчиком работал. Это в Москве, в Айрославской шоссе, это туда, когда едешь, в сторону Ярослава. Ушкино, там такой городок. Там дойдут мой, тоже беженец, но у него пиадия был. Очень, очень, очень давно. Знаешь, вот дядя, кто был от Брежнева, вот этого, волосы брил, парикмахер, всех знал, понимаешь? Да. Когда он там, правительство имеешь дело, и такой, это, он все знал, им сделали, там прописку. Он мне тоже говорил, давай там, живи, прописку сделай. Он мне говорит, ну, я остался, ты там, я не захотел. Я прошу долго работать здесь, а жить там, это народ другой, вообще, русский народ, это другой народ. И как, это, да, 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 все, правда. Менталитет другой, да, сложно. Менталитет другой, сложнее, да. Я тоже не смогла жить в Москве, да, мне тяжело было. Я был, я такой один момент был, у меня, это, ну, язва, язва, знаешь, желудок был, и я глотал эти, как его, ну, что добавляют, сода, с чего, и это успокаивал. Да, да. Потом, я 6 месяцев на диете были, вылечился я, это надо было глотать, как его, знаешь, вот шланг это, как называется. Фу, да, да, знаю. Это, я как увидел, я убежал оттуда. Я говорю, мне, под застрелите, сейчас автоматом, я это не буду глотать, просто не смогу. Да, да, зондирование, да? Да, зондирование. А мой дорогой, брат, это глотнул, когда я увидел, я оттуда чиханул, все, припоявлялся там. Я.